В этом видео важная информация для SEO-оптимизации вашего интернет-магазина на компоненте Gridbox StoreUp и движка Joomla. Что нужно понимать и учитывать? Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. Это шестое видео. В прошлом видео я показал, как добавить первый товар в интернет-магазин. Я добавил еще три. В админке сайта это выглядит так. На фронтальной части сайта пока выглядит вот так. Естественно, эта страница у нас еще с вами не настроена. Мы обязательно к ней вернемся и настроим ее должным образом в следующих видео. Итак, про SEO-оптимизацию сайта. При создании каждого товара, при создании категории, товаров и страниц через Gridbox, мы должны обязательно заполнять пробелы. А пробелы это title, заголовок, description, описание для поисковых систем. Для тех, кто не знает, как это делается. Это нужно делать обязательно, если вы хотите, чтобы ваш сайт хорошо индексировался Яндексом и Гуглом. Давайте сначала поговорим про товары. То есть вот у меня созданные есть, я могу перейти в любой товар. Например, я хочу его отредактировать. Где настраиваются SEO-данные для каждого товара. Находясь на странице редактирования данного товара, вы переходите... Здесь есть такая кнопка SEO. Вы видите, эти поля у меня пустые. Во-первых, их надо заполнять. Во-вторых, что нужно туда писать? Просто дубликат заголовка. Например, заголовок страницы. То есть это и есть title. Вы просто можете ваш заголовок данного товара поместить сюда. Или вы можете другой заголовок вставить, если вы хотите, чтобы это отображалось в сниппете. То есть в поисковой выдаче Яндекса, когда вас находят ваши потенциальные клиенты. Именно этот заголовок они будут видеть, переходя из Яндекса на этот конкретный товар. Но я, как правило, беру просто дублирую заголовок. Соответственно, мета-описание, description, это тоже может быть краткое описание вашего товара. Взять вы можете отсюда, да, и просто продублировать это здесь. И это нужно делать для каждого товара в индивидуальности. Внесли данные, нажали сохранить. Все, эта информация будет сохранена. Также не забывайте, что у вас есть категория. Вы заходите в настройки. У каждой категории есть вкладка SEO. Вы видите, она у меня пустая. Здесь нужно прописать также заголовок страницы title, категории, description, мета-кейвордс. И здесь, и там заполнять уже не требуется. Также сейчас поговорим про поделиться. Зачем это и что это нужно, и что с этим делать. Также это есть у каждого товара. И то же самое, если вы используете отдельные страницы гритбокс, как я сейчас использую главная. То есть главная страница у меня сейчас пустая. Я ее отдаю под лендинг. На этом же сайте интернет-магазин здесь может вводиться слайдер. Также последние добавленные товары. И общая информация о данном сайте. То есть главная страница будет просто презентацией моего сайта. Уже внутренняя страница подразумевает категорию товаров. И, конечно же, созданные такие страницы через гритбокс тоже нуждаются в оптимизации SEO. То есть вы переходите правой кнопкой, можете кликнуть по главной. У нас возникает контекстное меню, настройки. И тоже увидите SEO. И тоже увидите, что поля пустые. Description, заголовок. Вот эти два поля мы обязательно заполняем. И также не забывайте про поделиться. Вот что с этим делать, сейчас расскажу на примере товара. Я перехожу в магазин. Пицца. Давайте вернемся в товар. Дело в том, что вот это вот социальные, это так или иначе связано тоже с SEO. А больше даже с продвижением вашего сайта через социальные сети. Люди привыкли делиться в социальных сетях разными сайтами, если, конечно, они им понравились. То есть каждым вашим товаром, продуктом в отдельности человек может поделиться в соцсетях. Это называется Open Graph. Микроразметка. Именно вот эта информация, которая попадает в социальную сеть. То есть она как бы... Данные вытягиваются с сайта, когда человек делится ссылкой вашего сайта где-то в социальной сети. И данные это изображение. В данном случае конкретно этого товара. Заголовок и описание. И мы можем на это влиять. То есть какая информация будет подтягиваться для социальных сетей. Я вам покажу на примере своей группы ВКонтакте. Кстати, подписывайтесь на нее, кто еще этого не сделал. То есть это может быть ВКонтакте, да. Это может быть Facebook, Twitter и все что угодно. Информация будет подтягиваться примерно одинаково. Например, я хочу поделиться вот этим товаром со своими друзьями в социальных сетях. Я просто копирую эту ссылку. Ну и также у нас есть вот в социальной кнопке поделиться. Это то же самое. Смотрите, что происходит. Я вставляю в поле в социальной сети ВКонтакте. Видим, что грузится колесико, подгружается информация. В данном случае уже какая-то информация у нас будет подгружена вот в этот Open Graph. Вы видите, это поле не пустое. Действительно подгружается картинка из данного товара. То есть это уже происходит автоматически, без нашего ведома. Подставляется заголовок данного товара. И подставляется URL-адрес данного товара. Нам остается лишь нажать «Опубликовать». И вот в таком симпатичном виде так и будет это выглядеть в социальной сети. Человек сразу будет видеть, так сказать, анонс, как будто бы, да, данного сайта. И вот, в принципе, если вы не хотите заморачиваться, можете те поля не заполнять социальные. Но если вы хотите влиять на них, потому что здесь, возможно, вы хотите видеть постоянно логотип, то есть свой бренд продвигать через социальные сети. Тогда нам придется картинку заменять в каждом товаре. Соответственно, можно влиять на текст. Например, чтобы это подставлялся не заголовок нашего товара, а вы напишете что-то похожее, та же пицца, только вы сюда добавите еще и телефон или другие средства связи именно в этот заголовок. То есть продвигая себя максимально продуктивно через социальные сети. Чтобы человек сразу мог видеть телефон и набрать. Ну, это зависит от того, что вы предлагаете. Для пиццы, возможно, это здесь будет неуместно. Просто сейчас наглядно я покажу, как это работает. Запомнили, да, как сейчас выглядит, по сути, вот этот Open Graph без внесения изменений. Я перехожу в товар. Перехожу в социальные. Допустим, фотография будет бренд. Пускай будет мой логотип подгружаться. Я хочу к каждому товару. Но это просто тест. Выбираем. Видим ее здесь. Заголовок пускай будет какой-то похожий. Просто для примера я напишу пицца и добавлю свой телефон. Вот вы видите. Единственное то, что это затребует больше времени при создании каждого товара. Если вы будете в отдельности заполнять вот эти соцсети, нажимаем «Сохранить». Возвращаемся. Давайте просто я еще раз скопирую ссылку на данный товар. Перейдем в социальную сеть. Обновим страницу. И протестируем, что изменилось. Так, возможно, сейчас действует какой-то кэш в социальной сети. Видно, что информация не изменена. Мы это можем проверить в любой другой социальной сети. Например, Twitter. Захожу в свой аккаунт. Вставляю ссылку, да. И обратите внимание, вот сейчас здесь видим. Вы видели, я вставил свой логотип. Это вместо пиццы, да. Вот этот заголовок. Смотрите, пицца. И телефон. Да, кстати, про описание я не сказал. Но ВКонтакте описание не показывается. В разных соцсетях по-разному. Видим адрес. Адрес сайта нашего. Вот видите, тут идет описание. Если вы хотите, влияйте на него, так как описание автоматически будет подтягиваться из краткого описания, то есть вот отсюда. Хотите на это влиять, тогда вот описание заполняйте тоже. Тогда здесь можно заголовок написать без телефона, а вот здесь написать какой-то тоже текст. Телефон, email, еще что-то. То есть это будет только для социальных сетей, когда вашим сайтом люди делятся, да, на своих страницах или где-то в группах разных социальных сетей. Это важный на самом деле момент. Примите вот этот момент к сведению. Что еще нужно знать и обязательно сделать на сайте для SEO-оптимизации сайта? Вам нужно перейти в режим редактирования любой страницы. Это может быть макет категорий, но об этих мы страницах с вами еще не говорили. Давайте поговорим про страницы. То есть я перехожу в режим редактирования главной страницы. И мы видим наверху вот такие кнопки. Здесь мы переходим в сайт, причем эти опции, вообще верхняя, вот это сайт, тема, я уже, наверное, об этом говорил. Все, что я здесь делаю, это настройки сквозные, то есть это будет касаться всех страниц. Вот сейчас то, что я вам покажу, то, что я настрою, в одном месте, в любой странице вы настраиваете, и это будет влиять на весь сайт. Не надо это будет делать в каждой странице. То есть вы заходите вот сюда, в сайт, видим здесь SEO. Об этом мы с вами еще не говорили. Что здесь надо сделать? Смотрите, канонические ссылки. Мы включаем, и здесь пример. Просто мы копируем наш адрес сайта, если мы уже находимся на хостинге, на реальном домене. У меня это тестовый домен пока что. Вы просто проставляете целиком здесь свой адрес. Вот это надо сделать один раз, сохраниться, сюда вы больше возвращаться не будете. И, конечно же, для интернет-магазина карта сайта, это будет полезно. Мы ее включаем. И тут есть небольшие настройки. Слэш в конце ссылки, на ваше усмотрение, я включать не буду. Доменд сайта. Также проставляете главную страницу вашего сайта. Обновлять карту сайта. Обновить карту сайта, это переключатель просто покажет, обновит все данные, подгрузит все созданные товары в карту сайта. Дальше автоматические обновления. Можете сделать так. Если вы добавляете товары убедительно каждый день, тогда ставим ежедневно. Если раз или несколько раз в неделю, ставим еженедельно. И так далее. Ну, поставим еженедельно. И посмотреть карту сайта можно просто кликнуть вот по этой ссылке. Сразу подчеркну. Есть вообще понятие двух карт сайта. Карта сайта как пункт меню для сайта для пользователей. То есть она будет на сайте выглядеть в красивом виде. А вторая карта сайта, более важная, которая сейчас у нас вот здесь используется. Это карта сайта для поисковиков. То есть если мы сейчас перейдем, мы увидим вот ее. Она готова, наша карта сайта. Но в таком виде пользователям не показывают. Это карта сайта для поисковиков. Мы ее включаем, но это еще не все, что нужно с ней сделать. Когда наш сайт будет готов полностью, наш сайт нужно добавить в поисковики, в панели вебмастера Яндекса и Гугла, чтобы сказать поисковым системам, что существует новый сайт и его надо индексировать. И там в настройках Яндекса и Гугла есть специальные опции для того, чтобы карту сайту эту, как говорится, скормить. То есть ее нужно добавить специальным образом в панели вебмастера Яндекса в своем кабинете и в Гугле, чтобы карта сайта тоже индексировалась. Карта сайта позволяет роботам быстрее и чаще заходить на ваш сайт и более качественно индексировать ваш сайт. Это относится, понятное дело, к SEO-оптимизации сайта. Поэтому эта вкладка карты сайта находится на вкладке SEO. Не забывайте сохранить настройки. Здесь вы просто закрываете это окно, а вот здесь нажимаете сохранить. Убедитесь, что написано, что страница успешно сохранена. Информация для тех, кто хочет освоить конструктор страниц Gridbox на высшем уровне, узнать все детали и тонкости. Для вас я специально приготовил пошаговый видеокурс. Здесь сейчас увидите информацию. Лендинг пейдж на лету 2.0. А также и другие продукты, полезные от компании Belbo. Например, это конструктор форм. Для построения лид-формы, для сбора заявок тоже очень важная тема. Технологии Drop&Drop. Все очень быстро, красиво. Можно очень сложные формы настроить. Калькулятор, услуг и так далее. Для этого я подготовил вот здесь вот информация. Курс по формам. И, конечно же, я хочу, чтобы вы сэкономили на приобретение данных веб-инструментов. Я предлагаю уникальный, бессрочный промокод с 50% скидкой на приобретение всех продуктов от компании Belbo. Бессрочный промокод с 50% скидкой на приобретение данных веб-инструментов.